привет всем с вами снова зигфрид и сегодня мы побеседуем я думал может быть для нажиманов сделать что-то может быть сделать что-нибудь для просто какой-нибудь песенку сыграть короче много чего я думал но самое главное до чего я надумался это до того что в принципе в принципе как бы удовлетворить любопытство нажиманов я могу в другой раз тем более что не так давно как раз я это делал а то что действительно сейчас многих интересует я не буду сейчас говорить конкретно каких-то вот людях личностях там и каких-то вот конкретных событиях я буду говорить в общем плане про шоу-бизнес и про контакты как как бы про коммерцию которая там происходит чтобы те люди которых сейчас мучают какие-то сомнения и догадки на этот счет могли немножко успокоиться и нормально жить потому что я вижу просто я вижу что есть некое брожение и на самом деле честное слово как бы но у каждого своя головная боль у кого-то шаман якут куда-то не туда идет у другого что-то не то выпил вроде как отравился чуть не помер воскресили у третьего еще что-то такое и тут еще и под это все дело еще очень короче говоря слухами земля как бы полнится но проблема в том что если раньше эти слухи можно было в принципе как-то там еще редактировать сейчас уже никто ничего не редактирует то есть если я сейчас скажу вам что вот здесь вот за окном проходил ети какой-нибудь там до реликтовый гомоноид то можно мне в принципе наверное и поверить потому что как бы актос как бы откуда известно как бы может быть этом с марса сейчас например говорю с вами или что-то такое и придумывают же люди какие-то там даркнета и все такое шоу-бизнесе элемент скандала абсолютно верно это когда-то уже говорили только социологи точнее карл маркс маркс говорил бытие определяет сознание то есть цель шоу-бизнеса это не показать вам какой-то супер талант и не удивить и не усладить ваш слух и ваше зрение какими-то красивыми лицами одухотворенными каких-то ребят с неповторимыми голосами нет в этом бизнесе нету места никакому творчеству творчество отдельно бабки отдельно поэтому большинство поп исполнителей не пишет сами свои тексты то есть как бы считанное количество людей поют свои собственные песни своего собственного сочинения причем во времена когда питерский рок-клуб переживал свои самые лучшие дни это было абсолютно нормально рок отличался именно от попсы тем что рокеры писали тексты каждый сами может быть это были немножко корявые тексты может быть это были слишком наглые тексты для этого был худ совет они что-то там цензурили что-то там правили короче говоря так просто вот вылезти на сцену до проорать что-нибудь такое могли себе позволить считанные люди которые были готовы также за это расплачиваться то есть как известно как бы владимир высоцкий например последние годы был достаточно опальной фигурой сложной фигуры очень сложной не менее сложной фигурой являлся майкл джексон то есть в принципе музыкальный бизнес он как и любой другой бизнес основывается на том что называется крысиный забег то есть тоже человек человеку волк это неправда волки не нападают друг на друга волки у них ограничитель есть то есть я вот всем охотникам могу сказать смело что если вы попали в лесу окружению стаи волков лягте на пол животом к верху лягте на землю на спину животом вверх и ни один волк вам не прикоснется потому что это поза означает я сдаюсь не дай бог конечно вы сдвинетесь с места они вас растерзают но может быть им надоест и если вы не замерзнете то они вас не тронут то же самое происходит и в шоу-бизнесе какое я имею отношение к шоу-бизнесу честно говоря абсолютно никакого по молодости лет многие пытаются как-то в это лезть но с опытом и с так сказать жизненной так сказать позиции становится понятно что это грязная игра что человек который играет в эту игру он в какой-то мере он азартный гроб в какой-то мере он спекулянт в какой-то мере он лжец и это не связано совершенно с тем какой он по натуре своей конечно профессия безусловно накладывает отпечаток на человека и хуже того и человек тоже такой если человек сам по себе от природы предприимчивый то он выберет себе бизнес он будет продавать огурцы помидоры музыку фильмы что хотите это бизнесмен он не обязан быть талантливым он не обязан хорошо петь он не обязан хорошо играть он ничего никому не обязан его единственная цель это получить деньги все даже признание ему наверно не сильно нужно и интернет полон таких людей и вот эти вот все вот эти вот преподаватели которые на самом деле оказывается под фанеру играют и все вот эти вот гитаристы якобы которые даже гитару не подключают и все такое все это дело на самом деле нечего обсуждать потому что это понятно и ежу что я люблю мороженое да но когда я иду на рыбалку я копаю черви никогда в жизни не сожру червя но рыба рыба она есть черви поэтому если я их люблю лосось то я буду его ловить на червя а не на мороженое вопрос хочу ли я возиться с червями может мне противно этого червя держать в руках но это уже каждый решает сам за себя потому что сколько платят за червя твои личные отношения к червю твои личные отношения к рыбе может быть у тебя есть какие-то другие идеи все реально все возможно единственное что не нужно делать это терять голову потому что шоу-бизнес построен на в любом случае на том чтобы завоевать ваше внимание а насколько вы проницательный человек и насколько вы внимательный человек даже если вы будете анализировать ваш весь жизненный опыт это все равно почти не реально сказать потому что пока вы его будете анализировать вы задумаетесь и упадете в канализационный люк допустим так что посмотрел на звездочку не заметил капушку посмотрел на капушку не заметил звездочку все люди все под богом ходят и и к сожалению или к счастью но нлп на таких масштабах невозможно поэтому любой публичный скандал неважно с кем происходит как правило из-за каких-то очень незначительных вещей которые на самом деле в принципе но говорить о них можно да их можно придать любой профессиональный журналист сделает из любого самого тривиального события сенсацию это верно но майкл джексон нас учил чтобы мы не обращали на это внимание на что же обращать внимание спросите вы я скажу а не на что потому что если вам нравятся допустим песни майкла джексона слушайте песни майкла джексона но его личная жизнь его история его какие-то жизненные позиции которые он от воевал с кем-то который он с кем-то отсуживал там правду не знал даже тот судья который это все судил это правду знает только господь бог поэтому все что я знаю все что вы знаете все что каждый знает это селективные наборы которые нам преподносят в таком или ином виде хотите верьте хотите нет я например придерживаюсь политики того что я верю всем и каждым если окажется что человек врал или что-то такое но такая это и как бы в сосна горе ничего не меняет абсолютно потому что я во первых как бы если он даже и брал тут смысла в этом вранье как правило все равно нету во вторых а если ему так лучше то пускай будет так лучше я готов играть в эту игру пожалуйста ролевая игра если у меня есть нож это не значит что я готов всем каждому всадить его куда-то а может быть я просто дерево им строгая может их просто коллекционирую как бы тоже вариант вот поэтому когда мне пишут люди которые серьезно серьезно вот реально озабочены судьбой какого-то музыканта и тем что как его там травят или не травят катят на него бочку или нет вспомните майкла джексона вспомните его последние 10 лет там было все там было все все возможные сценарии были с этим человеком сделаны чем это закончилось вы прекрасно знаете вот поэтому был такой царь соломон говорил ничего нового под солнцем нет я знаю что что время этот же царь горел что время она меняется и поэтому получается так что то что работала когда-то сейчас может быть и не будет работать когда-то человек мог выдать себя за другого человека сейчас это почти нереально когда-то человек мог и сценировать свою смерть час он может но это очень дорого стоит когда-то человек мог просто прийти и сказать кто он такой сейчас ему надо показывать какие-то документы то есть то о чем фантасты писали в 50-х годах таких книгах как трудно быть богом таких книгах как солярис вся эта фантастика вот она перед вами вот она перед вашими глазами смотрите и кушайте ее большими ложками вот как она интерпретировалась с вами когда вы ее читали в прошлом веке я не знаю но смотрите вот она описана будущее вот такое вот она и добавлю еще две вещи если если проблема серьезная она решается тихо и чем меньше посвященных тем лучше значит если проблема обсуждается слишком широко она не то что сильно обсуждалась на самом деле пишут одно и то же просто поменять порядок слов а все одно и то же на самом деле но во первых не берите ничью точку зрения если вам нравится какой-то вот ассо и более человек какой-то из вот человек а или человек бы вам нравится вольщик а вот у этого человека как бы хорошо занимайте его сторону пишите у него на форуме отстаиваете его позиции поможем если вам нравится человек б пишите отстаивайте те позиции поговорим но в любом случае от того что мы 600 тысяч человек с лишним будем это все обсуждать не и мы не поможем не себе мы не поможем никому мы не поможем поэтому смысла в этом особенно на самом деле нету если у кого-то есть какие-то реальные вопросы по поводу вот это не связано со мной ребята серьезно это связано со мной это совершенно другими людьми просто объясняю ситуацию которая может возникнуть шоу-бизнесе из-за того что вот два таких вот супер без дюка поссорились из-за авторских прав вот как это может выглядеть там может быть все что угодно но если это так сильно освещается и так много об этом трындят значит это что-то очень незначительное значительное решается моментально за несколько секунд на адреналине на чем угодно но там это быстро и тихо никогда никогда важных решений не принимают публично поэтому живите спокойно не нервничайте ничего страшного я вообще-то говоря из-за того что просто семейное обстоятельство я пропустил кучу концертов я не слышал кучу песен я много чего не знаю но я не собираю я не могу все знать как бы поэтому если что-то какая-то информация даже вам и не понятно то от того что вы поймете тоже ничего не изменится и лучше не станет поэтому просто не надо себе портить так сказать нервы не надо нервничать у вас и так есть достаточно причин чтобы нервничать мир бессовестный мир нечестный мир несовершенен пока еще к сожалению может быть скоро будет совершение но не я его творил и не вы его творили мы им не управляем для нажиманов я хочу сказать что я попытаюсь ближайшее время снять несколько интересных обзоров еще раз продублировать обзоры права вот такие вот ножи типа avenger а которые сейчас на данный момент фактически исчезли из интернета хотя они очень достойны внимания и поэтому если у кого-то будут шансы что-нибудь вот подобное достать то я хочу принципе ближайшее время сделать видео на тему вот таких вот ножей которые не являются очень крутой раскрученной фирмой но при этом по качеству они может быть даже превосходят модели крутых фирм например вот это sr avengers это очень 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 интересный дизайн ножа сделанный корпорацией санджа эта серия называется line nice но кроме line у нее есть еще много названий и к сожалению я вижу что потихоньку потихоньку но я не могу найти ту информацию которая была по этому ножу кроме как та информация которую я сам дал на обзоре поэтому может быть я переделаю несколько обзоров может быть я их пересниму тоже и есть несколько еще парочка там идей насчет ножа вот того который я сам сконструировал тоже показать его но поскольку сейчас немножко все бурлит кипит и как бы все такое двигается вокруг меня и такое движение кругом то а еще я без микрофона ведь теперь как вы заметили не могу снимать потому что у меня просто не слышите или я должен или себя показать или показать то что я снимаю но так или иначе достаточно сложно раньше у вас было очень плохое изображение но еще какой-то звук а теперь у вас хорошее изображение со звуком мы идем на компромисс ребята не портите себе нервы вы хорошие вы хорошие люди в конце концов зачем вам это нужно быть вывод сами по себе прекрасные как бы исполнители прекрасные прекрасные профессионалы своего дела и скандал благородном семействе прогнило что-то в датском королевстве да это конечно я понимаю что люди болеют душой есть просто нормальные простые честные хорошие добрые люди которых болит душа я все это понимаю я хотел бы этим людям максимально но не знаю как могу я им но поддержу и что самое но поймите что к сожалению к сожалению от того что вы так волнуетесь но ничего не изменится ничего поэтому приберегите свои нет просто жалко себя я не хочу чтобы вы посидели из-за того что вам совершенно никакого отношения не имела потому что там же все равно не важно что будет то будет как будет так будет на месте уже все увидите разберетесь я надеюсь а пока что я всем вам желаю счастья удачи и чтобы у вас все получалось и чтобы у вас все ваши надежды сбылись и я этим мечом вас не пугаю а я этот меч этим мечом посвящаю каждого в рыцаре и помните благородство это наша с вами достоинство будем благородным пока